здравствуйте у нас 82 рок по молитве и поскольку на этой неделе у нас лагбаумер то я хочу сказать несколько слов об этом дне хотя собственно назвать его праздником или как-то о нем говорить в принципе это не 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 очень есть о чем говорить хотя в некоторых местах его празднуют просто как самое главное празднество которое бывает в году но тем не менее особенно для детей это очень важно костры поют там взвете с кострами синей ночи бары хай ним шахта ашрейхала гавдели так далее но тем не менее это не является самым большим праздником в нашей жизни но афальпихен несмотря на это надо сказать несколько слов мы находимся в сфера даомер дни которые являются днями траура и вдруг лагбаумер траур кончается на самом деле сегодня у нас тоже день траура и не траура одновременно поскольку мы находимся в таком понятии как называется пейсах шени или пейсах коттон это ровно через месяц после жертвоприношения пейсаха те люди которые не принесли корбан пейсах в течение прошлых в течение когда нужно было принести например они находились дороги или не в дороге а просто были бытума что означает бытума человек который умер кто-то умер кто-то из родственников должен был его хоронить и так далее то он не мог принести корбан пейсах потому что для того чтобы очиститься от тумат мэтт или тумат шериц когда тронулся до умершего или дотронулся до мертвого насекомого 8 видов шерица то после этого нужна специальная процедура очищения если человек не успевал сделать эту процедуру до пейсаха то он не мог принести жертвоприношение пейсах или если он был в дороге находился настолько далеко от иерусалима чтобы он не мог технически приехать то он не получал наказание за то что не принес корбан пейсах но должен принести во второй через месяц после пейсах в пейсах шени или в пейсах катан он должен принести эту жертву эту жертву корбан пейсах и в это воскресенье сейчас у нас уже кончился был пейсах шени был второй пейсах поэтому был мингак такой обычай что люди ели мацу в этот день это не самый обязательный мягко говоря мингак но тем не менее такой обычай существовал если кто-то хотел кушать мацу то он имел веские основания это делать. Мой ребенок маленький, совсем маленький, решил, что обязательно надо делать Лайла Седер в этот день, и минут 10 делал Лайла Седер, сколько у него хватило, потом он был отправлен спать, все хорошо. Но, во всяком случае, мингак кушать мацу существует в этот день, ибо из Радошима, если бы был построен храм, к сожалению, этого не случилось, то был бы вопрос, надо ли приносить О, давайте я задам тогда этот вопрос, раз я случайно, у меня он выплеснулся. Вопрос такой, я сказал, что человек, который не приносил Корбан Пейсах жертвоприношения в Пейсах решен, в первый день Пейсаха, то через месяц после Пейсаха, в Юдалат Ияр, он должен принести жертвоприношение, которое называется Пейсах Шене. Вопрос такой, сейчас мы никто не приносили жертву в первый день Пейсаха, поскольку у нас отсутствовал Байдам Игдаш. Если бы между первым и последним, и между первым Пейсахом и вторым, в течение этого месяца бы, был бы построен Байдам Игдаш, будет построен скоростью в наши дни, то должны бы мы были или не должны бы были бы принести Корбан Пейсах. То есть, в случае, если Байдам Игдаш существует, и человек или несколько человек не принесли Корбан Пейсах из-за того, что они технически не могли этого сделать из-за Тумы, из-за того, что находились в нечистоте, или находились, я не знаю, в Москве или в Хабаровске, то поэтому они не могли принести Корбан Пейсах. Но во второй месяце они обязаны были бы приехать в Иршалаем, очиститься и принести Корбан Пейсах. Теперь, в нашей ситуации, когда мы тоже не принесли Корбан Пейсах, но по другой причине, не только потому, что мы были бы Тума, но еще по одной причине, потому что вообще не было Байдам Игдаша, то в этом случае должны мы были или не должны мы были приносить жертвоприношения Пейсах сейчас, во второй, 14 ияра, или нет. Это вопрос. Если у кого-то есть ответ, то можете написать. Но поскольку я два раза повторил вопрос, а ответ никто не пишет, то придется отвечать самому. Для меня оказалось дольщитаточным большим хидушем несколько лет назад, три года назад, два года назад, я обнаружил с помощью кого-то, что на эту тему есть спор Танаем, есть спор наших мудрецов эпохи Мишны и Барайты, но он не приводится в Геморе Бавли, в Талмуде Бавли он не приводится, в Вавиланском Талмуде, и приводится только в Талмуде Ирушалме, где это приведено в виде Махлокиса, Раби Гудай, Раби Йоси, должен или не должен человек приносить жертвоприношение, если весь цибур не принес Корбан Пейсах. То есть не только один человек, один человек нитхэ. Швела, если весь цибур нитхэла по исахшени или лонитхэла по исахшени, они отодвигаются к второму по исаху или нет. И Рабь Йоси считает, что не отодвигаются, йохит нитхэ, воинцибур нитхэ. Рабь Йуда считает, что отодвигаются и должны принести. Обычные, понятно, что здесь нету шульхоноруха, поскольку это связано с существованием храма, и шульхонорух не написан на это время, но обычные клалей Галаха, обычные правила Галахи, что Галаха кир Рабь Йоси, по сравнению с Рабь Йудой, с Порь Рабь Йуда и Рабь Йоси, то есть по своей идее должно быть так, что в нашей ситуации, если сегодня был бы построен храм, то не должны были приносить корбан пейсах, поскольку весь цибур не отодвигается на пейсах швей, только ехидин, только единицы. И в Паштустах Галаха, есть кто-то из охроний, кто приводит доказательства Штах Галаха из Пасхальной Агады, что Пасхальная Агада пишется о том, что будет построен храм, и мы будем есть мизвухим и псохим из жертвы корбана пейсаха, и Пасхальная Агада кончается словами Лошина Абаба Верушалаем, на будущий год Верушалаеме. Если же мы надеемся, что мы принесем корбан пейсах еще в этом году, через месяц, то должно было быть написано Лошина Азот Верушалаем, в этом году Верушалаеме. Поскольку этого не написано, то машем, что следует отсюда, так кто-то приводит раю, что мы не должны будем принести жертвоприношение пейсах, если храм будет построен между первым и вторым пейсах. Так это или не так, это сложный вопрос. Еще один вопрос, который возникает, просто чтобы сказать Иньяна Де Йома сегодняшний день, сказать несколько слов по этому поводу. Еще один вопрос, который возникает, это вопрос, какой будет Дин, какая будет Галаха, просто такая загадка, хедот, загадки по Галахе. Какая будет Галаха для человека, который во время, когда существует храм, не приносил жертвоприношения пейсах в первом храме, потому что он был ребенком. А за месяц между первым и вторым пейсахом он стал взрослым. То есть загадка, которая называется Катан Ши-Игдиль. Катан, который стал взрослым, ребенок, который стал взрослым между первым и вторым пейсахом. Существует вопрос, должен ли он или не должен принести жертвоприношение в пейсах Шени. То есть, другими словами, чтобы объяснить, в чем это хакера, в чем это исследование, то вопрос, который состоит в том, что такое второй пейсах. Это ташлумен первого пейсаха? Это мы должны Лаашлим восполнить то, что не было сделано в первой пейсах? Или это самостоятельная жертва? И человек, которому нечего Лаашлим в первой пейсах, у него не было хию, у него не было обязанности. Тем не менее, поскольку сейчас он обязан, то он должен принести жертвоприношение. На эту тему тоже есть хакера. Какое Деатрамбума, какая Галаха. На эту тему я не буду давать четкого ответа. Бепаштус, ответ, что не должен, но существует на эту тему целая хакера, целое исследование. Теперь, в пейсах Шени, то есть сегодня, Минхак, обычай, что мы не говорим Тахну, поскольку это праздничный день, день, когда должен был быть принесен Корбан, если бы был построен Бейдамигдер, чтобы был построен Бейрабьям Эйну. И поэтому в этот день есть Минхак кушать мацу, есть Минхак не читать Тахну. Больше никаких Минхаким, связанных с молитвой, в этот день нету, но, тем не менее, надо было на нем задержаться. Теперь мы двигаемся дальше и поговорим несколько слов про Лагбаумер. Как я уже сказал, Лагбаумер это как бы не совсем праздник, поэтому сказать об этом что-то довольно трудно, что-то такое вот сногсшибательное. Мы знаем, что есть обычай, по которым в этот день мы зажигаем костры, кляшем, танцуем и вспоминаем Раби Шимана Барайхая. Обще принято считать, что это день Йорца, это день годовщины смерти Раби Шимана Барайхая, и что Лагбаумер, когда он умер, он обратился к своим ученикам с просьбой, чтобы этот день не делали днем траура, а делали днем праздника. И поэтому мы куболим те люди, которые учат кабалу, которые макором, которые источник является, основной источник является книги Раби Шимана Барайхая «Зогар Батикунэйзога». Поэтому в связи с тем, что так вот произошло, что он попросил делать этот праздник, принято это делать в празднике. И в качестве поминальных свечей, обычно в Йорцит принято зажигать поминальные свечки, которые будут гореть в течение суток, то Рабишимана Барайхая принято зажигать не поминальные свечки, а костры. Я знаю людей, которые в Лагбаумер, поскольку Рабишимана Барайхая просил зажигать по его поводу свечи, то зажигают это обычно нер-йорцы и считают, что они выполнили свои обязанности, и костры являются не самым обязательным. Но, как мы знаем, в народе Израиля приняты костры и так далее. И вот несколько слов про Рабишимана Барайхая, которые я хочу сказать сейчас, хотя еще раз говорю, что сказать как бы особо нечего. На 33-м Дафе Гимора Шаббат, Даф Ламид Гимал, Лагбаумер, Даф Ламид Гимал, Гимор и Шаббат, Гимора приводит очень грустную такую тему для обсуждения, а именно по каким поводам, за какие авиарот, за какие преступления умирают дети. Гимора приводит несколько шитот, несколько мнений, из-за каких авиарот родителей могут умирать дети, и их мы сейчас анализировать не будем. После этого Гимора говорит, что одной из этих мнений, первой, кто говорил на эту тему, был раб Ягуда, которого называют Рожжем и Дабрим. Первый из тех, кто разговаривает. Спрашивает Гимора, а почему раб Ягуда является Рожжем и Дабрим? Почему является первым из тех, кто разговаривает? Отвечает Гимора, что из-за истории, которая один раз произошла, римляне, которая в то время находилась полностью под властью Рима, это была провинция большой Римской империи, то Римская империя сделала к Зейру постановление, что раб Ягуда во всех собраниях будет первой, кто будет начинать говорить. Из-за истории, которая нам сейчас будет рассказана. Вот эту историю я хочу зачитать и немножечко разобрать с вами, потому что она немножко разокрывает смысл Лагбаумера, очень частично. Окей, говорит Гимора. Почему назвали раб Ягуда Рожжем и Дабрим? Почему раб Ягуда назвали первым из говорящих? Да я тебе, что один раз сидели. Раб Ягуда, Раб Йоси, Раби Шиман, Виатю Фигура, Иуда, Бен Герем, Габаеву. И сидел Игуда, Бен Герем, Габаеву. Названо три таны, три человека, трое учеников раб Ягива. Мы знаем, что все дни Омира, это дни, в которые умерли 24 тысячи учеников раб Ягивы. И после того, как все ученики раб Ягивы умерли, говорит Гимора, что Алам был Шомем, мир был опустошен. До тех пор, пока не пришел раб Ягива в Ихамишатал Медав Медром. Раб Ягива с пятью последними учениками из Дрома, и из этих пяти учеников трое присутствовали при этом разговоре. Раби Йоси, Раби Ягуда и Раби Шиман. И вот эти три ученика, Раби Ягивы, от них, из них начинается наше повествование. Среди них был также обычный человек, не Тана Кадош, не Талмитхохам уровня Раби Шимана, Раби Йоси, а просто Игуда Бен Герем. Раби Ягуда начал Раби Ягуда и сказал, как прекрасны действия этого народа. Народ это Рим является, естественно. Чем они так прекрасны? Тикну Шваким, тикну Кшарим, тикну Мерхацаот. Они установили, они сделали. Сделали рынки, сделали мосты, сделали Мерхацаот, бани. Раби Йоси, что так? Раби Йоси проволчал. Наанар Абишимон Барайхай, сдернулся Абишимон Барайхай, сдвинулся Абишимон Барайхай в Амар и сказал, Коль Маши тикну, лотикну Элла Царахацмам. Все, что они не устроили, они все устроили для себя. Все, что они построили, они построили для себя. Тикну Шваким, они сделали рынки, Ла Ашив Баен Занот, чтобы поселить в них своих блудниц. Мерхацаот, бани, лааден Баган Ацмам, чтобы нежить в них самых себя. К Шарим, мосты, литоль маен Мехис. Мосты, чтобы взнимать в них дань. У меня нет перед глазами Гемора Авои де Зойра, здесь, к сожалению, нет, поэтому я процитирую Баальпе наизусть, а вам придется мне поверить, или если хотите, можете проверить. Конец дав бейт омуталиф, начало бейт омутбейт, говорит Гемора. Я некоторые кусочки специально пропущу, поскольку они не имеют к нам отношения, но так я буду говорить примерно то, что там написано. Говорит Гемора, что лаатит лаво, я, по-моему, приводил эту гемору уже здесь, лаатит лаво в будущем. Всевышний возьмет сейфер Тору Бахейко, возьмет сейфер Тору подмышкой и скажет, «Коль да сик боевого и кабель скар». Каждый, кто занимался сейфер Торой, придет и получит награду. Мы с вами обсуждали, что награда Валам Абба, награда в будущем мире, возможно только за одну заповедь, за заповедь Талмуд Тора, за заповедь изучения Тора. Если человек выполнил все остальные заповеди Торы, но не изучал Тору, он не получает награду за заповедь. Так говорит Раби Йоханан в трактатик Субас. И спрашивает Раби Йоханан, я на секунду оставлю Алоиду Зору, а потом приду к ней обратно, и спрашивает Раби Йоханан, «Ношим вам, амарцам, женщины и амарцам, народы земли, те, которые не занимаются Торой, бэмайзахи, как они могут удостоиться и получить Алам Абба?» Отвечает Раби Лозов, что они могут удостоиться тем, что они посылают детей в Хедеры, учить Тору, и ждут мужей, когда они вернутся из Бета-Мидрша. За это они получат награду за изучение Тора. За что получат награду амарцы? За то, что они делают прагматием Толмидей Хохом, за то, что они делают торговлю с Толмидей Хохом, то есть они помогают Толмидхохому разбогатеть. За это они получат награду за Алам Абба. То есть, то, что помогает Лиму Тойру, тоже может иметь возможность взять награду за Лиму Тойру. Это то, что говорится в Геморе. Я уже говорил об этом, повторяю еще раз, что битсвод, который делает человек, они определяют его уровень Вала-Мабба в будущем мире. Но ключом к открыванию двери, которая ведет нас в будущий мир, может быть только одна заповедь Толмид Тойра. И это сказано в нескольких Гемород. Одна из этих Гемород Ксуба, другая Гемора фактически указана здесь. Не только за саму Толмид Тойру мы можем получить награду будущего мира, но и за помощь Толмидхохому в его заповеди изучения Торы она тоже может дать награду в будущем мире. И вот Гемора говорит о том, что Всевышний Акодыш Барагу возьмет сейфер Тора Бехайко, возьмет сейфер Тора к себе подмышку и скажет, каждый, кто занимался ей, пусть пойдет и получит награду. Придут к нему все народы Бейербувия, все народы в смеси. Скажет Всевышний, что не приходите ко мне Бейербувия в смешанном виде, пусть приходит каждый народ со своим представителем, и пусть каждый народ со своим представителем придет и скажет Тану требование, по которому положено Аламаба. Первый придет Рим. Почему Рим придет первый? Потому что он хашув, потому что он важный. Дальше Гемора приводит пасук, из которого видно, что важный должен прийти первый, или Гемора говорит, если ты хочешь, я тебе скажу, что это просто логика, что Лодер и Херрис нет таких вот моральных качеств правильных, заставлять царя ждать, поэтому самый важный заходит первый. Поэтому первый, кто войдет просить награду от народов мира, от Всевышнего, из народов мира, будет народ Рима, поскольку он самый главный. И Гемора приводит пасук, из которого видно, что Рим является наиболее главным. Придет Рим и скажет, дайте мне награду в будущем мире. За что? Ответят римляне, что много шваким мы сделали, много рынков мы сделали, много мерхецаот мы построили, много бань мы сделали, много золота и серебра мы умножили. И все это для того, чтобы евреи учили Тора. Я вам сказал о том, что награда в будущем мире возможно только за изучение Тора или за помощь в изучении Тора. Придет Рим и скажет, что мы, это те, кто помогали Амисраиле учить Тору. Каким образом мы помогали это делать? Мне задают вопрос, амарис, который хоть немного учил Тора, должен получить за это награду, как за изучение Тора, то есть на уровне тех, кто изучает ее постоянно? Безусловно, нет. Безусловно, разница бывает не только качественная, но и количественная. Человек, который учил Тору, разные люди будут получать награду, в зависимости от того, как они учили Тора, как они могли учить Тора, как они использовали свои возможности изучения Тора и так далее. Человек, который мог учить Тора и учил ее два раза, он, может быть, будет иметь Хэлэ Каламаба, он, может быть, будет иметь награду в будущем мире. Но понятно, что это несопоставимо с наградой Раби Акива или Раби Шиман Барьяхай, который учил Тора постоянно. Я думаю, что вопрос нечестный, он очевидный, поэтому я восстаю против подобного вопроса всеми фибрами своей души. Так вот, я двигаюсь дальше. После того, как мы сказали, что за это время еще один вопрос появился, но я его не вижу, уже вижу. Алла-Маба евреи, Алла-Маба не евреи, живущие по закону Бнаен-Оха. Один и тот же Алла-Маба или нет? Нет, это будет не один и тот же Алла-Маба, это будет разная Алла-Маба, но вопрос, на который очень трудно ответить, поскольку мы не представляем себе, что такое Алла-Маба, ни тот, ни другой. Поэтому Алла-Маба это то, о чем сказано, что это не видел даже глаз пророка. Но мы верим Всевышнему, что Алла-Маба это что-то очень-очень-очень хорошее и даже еще лучше. У еврея и не еврея они будут разные, но в чем будет разница и в чем будет каждый из них заключаться, подержите арбуз, я не знаю. Так двинемся дальше. Так вот, я остановился на том, что римляне пришли и сказали, что мы сделали три вещи, которые сделаны мы для того, чтобы евреи учили Тору. Эти три вещи, это строительство рынков, строительство бань и деньги. На все это отвечает им Всевышний, что типшим шибойлом, самые большие глупцы в мире, кольмаш аситам бешвельхэм аситам. Все, что вы делали, вы делали для себя. Вы сделали швахим для того, чтобы в них поселить ваших блудниц. Рынки были сделаны для того, чтобы для вас, чтобы ваши блудницы там жили. Вероятно, словом рынки надо определить слово города, поселки, что-то такое, не только место, где магазин, где продают помидоры. Вы сделали мерхатсаот бани для того, чтобы нежить там себя самих. Золото и серебро, оно вам не принадлежит, оно принадлежит мне, так сказал Гошим. Обратите внимание на этот диалог между Всевышним и народом Рима. Прежде всего, надо обратить внимание на то, что это диалог, который находится уже внутри Алла-Мабба. Лаотид Лаво в будущем Всевышний возьмет Сефер Тору и предложит награду. Это мир, не мир Авойды, это мир награды, не мир, службы Всевышнего, а мир получения награды. Это мир, который называется, другое его название, кроме Алла-Масхар или Алла-Мавойда, мир награды, мир получения награды, мир Алла-Мабба, еще его одно название, это Алла-Маэмет, мир истины. Сегодняшний мир называется Алла-Машекер, мир лжи, и это очень бросается в глаза, ложь в этом мире процветает, люди, которые говорят правду, они не ценятся, и это очень понятно. Мы находимся в мире, где Алла-Маэмет находится в Галуте, в изгнании, Алла-Мабба, там не может быть места для лжи. И вот в этом месте, где все Таанод, все, что может быть сказано, это только Эмет, в этом месте состоялся диалог между Всевышним и Римом. И Рим сказал Всевышнему, что дай мне награду в будущем мире, потому что она мне положена в связи с тем, что я сделал три вещи для того, чтобы еврею учили Тору. А мы договорились, что в случае, если человек помогал еврею учить Тору, ему положена награда в Алла-Мабба. Вот эти три вещи. Шиваким, Меркесаот, Кейсер. Деньги, бани, рынки. И Всевышний не стал оспаривать и говорить, ребята, вы не делали рынки, вы не делали деньги, вы та-та-та-та-та. Он им сказал, что все, что вы сделали, вы сделали для себя. Если бы вы это действительно делали для того, чтобы евреи учили Тору, вы бы действительно получили Алла-Мабба. Но вы этого не делали, поэтому до свидания, до новых встреч в эфире. Это то, что им сказал Творец. Почти этот же диалог с очень маленьким изменением происходит между Раби-Ягудом и Раби-Шиманом, но уже не в Геморе Авой-де-Зоре, а в Геморе-Шаббат на 33-м Дафе. Тот диалог, который был между Всевышним и Римом, произошел в Геморе Авой-де-Зоре на Дафе Бейт-Омут-Али да в Бейт-Омут-Бейт, начало Амут-Бейт. Тот диалог, который происходит между Раби-Шиманом и Раби-Ягудой, происходит на Дафе Ламет-Гимел в Геморе-Шаббат. Когда Раби-Ягуда говорит о том, что он говорит, фактически, он выступает адвокатом за Рим. Он говорит, посмотрите, как прекрасны действия Рима. Они сделали Шваким, они сделали Мерхацаот, они сделали Кшарим мосты. Для чего они сделали мосты, ответит Раби-Шиман, Раби-Ягуда не пояснит, но забегаем вперед и говорим ответ Раби-Шимана. Раби-Шиман отвечает, что мосты они сделали для того, чтобы взимать дань с тех, кто по ним проходит и зарабатывать деньги. Раби-Ягуда промолчал, Раби-Шиман на она, затрясся, дернулся и сказал, что они все, что делали, делали для себя. Точно так, как сказал Дахакодыш Барагу. Все, что делали римляне, они делали для себя. Они для себя делали мосты, чтобы взимать деньги. Для себя они делали рынки, чтобы там держать занод, блудниц, и для себя они делали мир хацаот, чтобы нежить в них свое тело в бане. Три вещи, о которых идет речь, все три вещи, Рабишим ответил фактически ответом, который дает Всевышний. Рассказывает Гемора, что произошло после этого. Я хочу вначале просто обратить ваше внимание, а потом Байзра Дашем мы разберем, если сумеем, еще некоторые вещи. Говорит Гемора, что Пшада Пашут, что он пришел рассказывать не то, что он хотел настучать на Рабишимана, он просто хотел рассказать, что он сидел между мудрецами, и произошел такой спор по поводу того, какое качество у Рима. Нишмолу Малхуту. Его слова стали известны Малхуту, стали известны царству Риму. Дальше. Дальше. Ой, мне задан достаточно сложный вопрос, я попытаюсь, но мне придется тогда прерваться. Я считаю вопрос, до сих пор не могу разобраться. Рамбан пишет, что есть Аллам Нишамот, куда пребывают души после смерти, а есть Аллам Абба, то есть мир, где будет и душа, и тело. Другие учителя говорят, что Аллам Нишамот и Аллам Абба это одно и то же, как это совместить. Я не знаю, где вы прочитали этот Махлокис Рамбана и Рамбома, другие учителя это Рамбом. Есть Махлокис Рамбана и Рамбома на эту тему, действительно. И Рамбан приводится, есть книга Рамбана «Аллам Агмуль», «Мир награды». Я ее не читал, но те части, о которых вы говорите, приводятся в книге Рамбома Мишна Тойра, в Галахот Шуа, в 8-м, 9-м, 10-м перике. Как Мифареш, там в некоторых изданиях даже не написано, что это Рамбан, но написано Мифареш, объясняющий. Приводят этого Рамбана, который вы пишете. Он очень длинный, там приведено большой кусок его. Существует Махлокис Рамбома и Райведа. Рамбом пишет о том, что Алам Хаба – это Алам Нешамот. Это мир Нешамот, где не будет душ. И Райвед пишет о том, что это неправильно, и о том, что вот написано, что существует и душа, и тело в Алам Хаба. Пишет Рамбан о том, что фактически Рамбана оставим, сейчас Рамбан этот Мифареш не пишет, пишет Магит Мишна, что Райвед просто неправильно понял Рамбома, что в этом месте Рамбан не пишет про Алам Аба, имеется в виду седьмое тысячелетие, а Рамбан пишет про Алам Нешамот, про то же самое, что про Ганедан, про рай, назовем это так, Ганедан. И Рамбан объясняет в Шарагмуль то же самое, что объясняет Магит Мишна, Бедаат Рамбом, и пишет, что Махлокиса нету. Что Лакула Алма, по всем мнениям, после Тхиаза Мейсим будет и то, и другое, и душа, и тело. Но, есть мнение все-таки, что Рамбан пишет, что есть мнение, что на эту тему есть спор. Будет ли Валам Аба тело, существует спор, или будет только души. Но сам Рамбан пишет, он приходит спорить с тем, кто пишет, что Валам Аба не будет тела. Он пишет, что тело будет, приводит доказательства этому, но пишет, что это тело будет не в том виде, в котором мы чувствуем и ощущаем и видим тело сегодня у нас. Это тело будет очень вдохотворенное. И пишет, что по обоим мнениям, по мнению, что тело вообще не будет, или по мнению, что тело будет, это тело будет настолько духовным, что не будет ни ахиллы, ни штии, ни еды, ни питья. И сам Рамбан пишет, что кровим льет Девреэлу к Девреэлу, что близки слова одного к другому, что Махлокис между ними, он очень маленький. Потому что даже если мы говорим, что тело Валамаба будет, оно будет очень настолько вдохотворенное, что его как бы можно было назвать, что оно почти не чувствует. Это слова самого Рамбана Бесефира Агмульт. Теперь, Рофф Ришоним пишет, что когда, охроним, что когда Рамбан пишет о том, что не будет тела, он говорит не о времени после Тхиаза Митим, после возогрешения из мертвых, а про Аламан и Шамот, мир душ, то есть мир после смерти человека, когда душа покидает тело, и то, что мы называем не Аламаба, а Ганеданом. В некоторых терминологиях, и это немножечко вводит в заблуждение, Ганедан тоже называется Аламаба, тоже называется грядущим миром, потому что он по сравнению с этим миром, он тоже грядущим. В принципе, грядущих миров есть очень много, потому что то, что я до этого называл Аламаба, это седьмое тысячелетие, еще восьмое, девятое, десятое. Поэтому, что такое настоящий Аламаба, и то, и другое, и третье можно назвать миром грядущим. Когда я сейчас говорил про Аламаба, я говорил про немножко другое время, я говорил про седьмое тысячелетие. Вопрос, который мне был задан, ответ на этот вопрос, строго говоря, в том, что именно в этом месте пишет Рамбан, что Махлокиса нету, Магат Мишна, Рамбан непонятно пишет это или нет, не факт, но Магат Мишна пишет, и Кейсов Мишна, что Махлокиса нету, а речь идет про то, что Райвид просто не понял, о чем говорит Рамбан, и Рамбан говорил в этом месте про Аламан и Шамот, а Аламабар для Рамбана это что-то другое. Просто вопрос в терминологии. Я более или менее понятно ответил на вопрос? Напишите, пожалуйста, ответ, потому что я не совсем был готов к этому вопросу, поэтому если понятно или непонятно, то напишите, что еще, чтобы я закончил. Окей, я пока двинусь дальше. Мы остановились на том, что Егуда бен Герем пошел и рассказал, как он находился между Талмитей и Хохоми, и какой Махлокис он услышал по поводу спор, который он услышал по поводу Гедера, по поводу определения, что такое Рим, хорошо это или плохо, сделали они что-то или не сделали, и так далее. Вещь, которая стала известна Малхуту, Нишмалы Малхус, обычные сплетни, которые дошли до Рима. Рим издал указ. Что за указ, который издал Рим? Он сказал, указ был такой, сейчас я найду только, вот он. Егуда, Шейле, Итале, Егуда, который сказал хорошие слова про римского кесаря, он поднимется наверх, то есть он будет рожьем и дабрим, он будет первый из тех, кто говорит в любом собрании. Йоси, который промолчал, он идет в Галут в изгнании в город Цепоре. Шимон Шагина, Шимон, который обругал Рим, и Арек, он будет убит, приговорен к смертной казни. Азель Гуубрей, пошел он, Рабишиман, со своим сыном, в Ташу Бэй Мидраша, и спрятались Бэй Мидраши. Коль Йома, каждый день, гавамай силау, двейтайгу, рифта, вэкуза дэмая, вэкархи. Каждый день жена Рабишиман Барайхая приносила им хлеб, мех с водой и еще какую-то вещь, я не знаю, что за еду. Китаки в Гзерасе, когда Гзерас стала более серьезной. Омар Лэлэ Брей сказал Рабишиман своему сыну. Нашим да Атанкала, женщины, они несколько легкомысленные. Дилма Мицайрла Омигали, может быть, за ней проследят или ее будут пытать, и она расскажет, где мы находимся. Азлу Ташу Бамарта, они пошли и спрятались в пустыне. Спасибо, очень понятно, только можно уточнить, Алам Абаба будет где? На земле или в высших мирах? Как известно, Медраж в трактате Сангедрин говорит, что седьмое тысячелетие будет полный потоп, земля будет полностью затоплена, и цадиким получат крылья и будут ледать над поверхностью вод. Все тысячи лет. А если ты скажешь, что у них есть усталость, то об этом сказано, что Акодыш Баругу, он дает уставшему силы. Это все, что нам известно про седьмое тысячелетие. То есть нам, это мне. Может быть, есть кому-то, кто известно больше, но думаю, что нет, я прикроюсь известным высказыванием о том, что все пророки пророчествовали только про Ганедан и про Дни Машеха. Про Алам Абба сказано, что этого не видел глаз пророка, только ты Всевышний. Поэтому более подробно я рассказать не могу о том, как это будет в физическом мире происходить. О том, как это будет происходить в духовном мире, мы уже несколько раз говорили. Это время, которое называется время получения награды. И награда это было не то, что нам дадут хорошо перекусить, вкусно и так далее, а награда будет в том, что нам дадут кушать, а именно одна еда, левиатан. Левиатан это там и митцвод, это смысл заповедей. То есть наша награда будет в том, что нам дадут вкусить смысл заповедей, которые были. То есть мы начнем понимать Тору на всех глубинах, глубинах, которые хочет Всевышний, чтобы мы познали. Сегодня мы ее не познаем, сегодня мы ее учим, но полное раскрытие многих вещей для нас невозможно. И только в качестве Схара награды за изучение сегодня мы поймем то, что мы учили на глубинах, которые скрыты сейчас от всех. Это в двух словах, более подробно я пока не хотел бы, потому что я просто не успею. Так вот, спрятались Рабишиман Барьяхай с Рабилезаром, сыном Рабишимана в пустыне. И трехошниса, случилось чудо. Ифрилау Харува в Айна. У них выросло дерево Харувим и источник с водой. Гава Мишалху Минайгу, и они снимали с себя одежду, Манайгу, снимали одежду. В Игаву Ятви Атсаварайгу Бахола, и сидели, зарывшись в песок до шеи. Кихейки дало ливлу, для того, чтобы одежда не испортились. Беидан де Салу, в то время, когда они молились, они надевали одежду и молились. Когда они кончали молиться, они их снимали с себя, для того, чтобы они не сгнили. Так они прожили 12 лет в пещере. Пришел Илья Уаннови, встал на входе в пещеру и сказал, «Кто сообщит Лебар Ехай, сыну Ехайер, Шабашиман Барехаю, Демит Кесар, что умер царь Рима, Убаталь Гзерата и Дбатлуево Гзерот можно выходить из пещеры». Навку вышли, Рабашим Барехай, сыну в пещеру. Хазу иншииды кэкархи, они увидели людей, которые пашут и сеют. «Омар, сказал Рабашим Барехай, Они оставляют мир вечный и занимаются жизнью на один час. Каждое место, где они смотрели на него, оно сразу же загоралось. Вышла Батколь, вышел голос Всевышнего и сказал, «Вы вышли сюда разрушить мир? Хизрулам Аратейхам, вернитесь в вашу пещеру». Гаду, вернулись. «Азла, Итву, Трейсер, Ерхайшата». Они просидели там 12 месяцев, то есть один год еще дополнительный. «Омри, сказали, Мишпад, Рашоим, Багеном, Йотбейт Ходыш». Рашоим, нечестивцы, судятся и в Геноме 12 месяцев. Снова вышел Батколь и сказал, «Цу, выйдите мимо Аратейхам из своей пещеры». Навку, вышли. Каждое место, где смотрел Рабий Лозар, оно загоралось, и туда смотрел Рабий Шимон, и оно излечивалось. Мораль объясняет, что потому что у детей, у молодых, более развит Медад-1 мера суда, чем у пожилых. Поэтому Рабий Лозар, он еще одайн находился в состоянии меры суда, когда Рабий Шимон уже был в состоянии вылечивать. «Сказал он ему, Рабий Шимон, Рабий Лозар, «Бни, дай лаалам анива ата, достаточно миру, чтобы там были мы, я и ты». В это время, в Эрев Шаббат, они увидели человека, пожилого человека, Гу Саба, того Сабу, который бежал, держа в руках две веточки Адасы. И бежал он в Бене Шимушот при наступлении Шаббата. Сказали ему, «Зачем у тебя эти две веточки?» Он сказал, «Лихвот Шаббат». То есть это то, чем он хотел почитать Шаббат. Я понимаю, что у него не было слишком много еды, и нюхая эти ветки Адасы, он хотел дать уважение Шаббату. Сказали ему, «Достаточно тебе одной веточки?» Он сказал, «Нет». Одна кинагид Сахор, другая кинагид Шамор. Про Шаббат сказано два высказания в Торе. «Соблюдай день субботний и помни его». По поводу этих двух высказаний, каждому из них соответствует одна веточка. «Сказал Раби Шимон своему сыну, посмотри, насколько любят евреи заповеди. Ятив да Атайгу». И они успокоились. Раби Пинхас Бен-Ир был хатаном Раби Шимона. Он вышел навстречу ему и повел его в баню. 13 лет Раби Шимон и Раби Лозер не были, не мылись, находились в месте, где сидели в песке и так далее. И вот он повел их в баню. Он увидел их тело, тело Раби Шимона написано именно, которое было все полно трещин, потрескалось от 13 лет пещеры. И он начал плакать. И когда слезы падали на Раби Шимона, то они делали ему очень больно. Сказал ему Раби Пинхас Бен-Ир, «Ой мне, что я видел тебя в таком состоянии». Ответил ему, наоборот, «Благословлен ты, Ашрейх, а тебе повезло, что ты видел меня в таком состоянии. Потому что если бы ты не видел меня в таком состоянии, то ты бы не нашел меня в таком состоянии, до которого я выросла эти годы в пещере». Потому что вначале была ситуация, когда Раби Шимон Бен-Ир спрашивал Раби Пинхаса Бен-Ир, «Кушьот», и на каждую пещеру Раби Пинхас давал ему 12 ответов. В конце, после пещеры, когда спрашивал Раби Пинхас Бен-Ир вопросы, «Кушью», то давал ему Раби Шимон Барихай 24 ответа на каждую кушью. Настолько он вырос за время пребывания в пещере в Лимут-Тове. «Сказал Раби Шимон, теперь, когда случилось чудо, поскольку это произошло, то я хочу пойти сделать какой-то тикун, сделать какую-то вещь, как мы учим из Иакова, что сказано про Иакова Вину, что он пришел в Шалем, что он пришел в город Шхем Шалем, цельный. И мы говорим, что он пришел цельный в трех вещах. Багуфо, обычный человек, который путешествует, он может заболеть, ослабеть, еще что-то, с Иаковым это не случилось. Шалем Бамано, в имуществе, он не потерял ничего за время пути, его не ограбили, не умерли козы, козлы и так далее. Шалем Батарато, и Шалем в Торе, его Торе не изменилось, он не потерял ничего из Торы, то есть у него была возможность учиться, повторять дороги Тору и так далее. Иаков, когда пришел в Шхем, он сказал, Сказано в Торе, что он сделал какое-то хэн, какое-то добро этому городу. Сказал Раф, Раф сказал, какое добро он сделал, обратите внимание, может быть у вас что-то и цельцель, что-то прозвонится, потому что то, что мы сейчас будем читать, мы только что уже говорили почти то же самое, только не про Иакова. Сказал Раф, Матбе Тикен, что он сделал им Матбе, монеты. Шмуэль сказал, Шваким Тикен, он сделал им рынки. А Раби Йохананамар Мирхет Саоттикен, он сделал им бани. То есть те три вещи, за которые хвалили народ мира, народ Рима, эти три вещи сделал Иаков в Шхеме, когда он пришел в Шхем. Раби Шиман Барихай тоже сделал какой-то тикун, но у меня уже не очень... Окей, есть время. Сказал Раби Шиман Барихай, Есть какая-то вещь, которую я могу сделать, есть какая-то нужда у жителей этого города. Ответили они, что в этом городе сейчас, там, где мы находимся, есть поле, я расскажу своими словами, поле, на котором пропала могила. И теперь мы не знаем, какое место в этом поле. Тамэ, какой Тагор, какое нечистое, какое чистое, это царь Каганим, это очень большое несчастье для Каганим, которому нельзя тумиться, что они должны обходить все поле по кругу и тратить очень много времени на это. Спросил Раби Шиман Барихай, известно ли кому-то какое-то место этого поля, которое точно имеет хазока, известно, что оно Тагор. Сказали, что вот есть одно место, где Раби Йоханан Бен Закай, который был, я даже не знаю точно, за какое время до Раби Шиман Барихай, Раби Шиман Барихай был младше Раби Акива, сильно младше Раби Акива, Раби Йоханан Бен Закай, он умер до того, как Раби Акива начал учиться. Когда он умер, Раби Акива было, уже еще не было 40 лет, и после того, как Раби Йоханан Бен Закай умер, Раби Акива начал учиться, после этого в возрасте 100 с лишним лет Раби Шиман Барихай начал учиться у Раби Акива, когда он был в 100-летнем возрасте. То есть, примерно за 80 лет до того, как Раби Шимон Берехай сейчас говорит с жителями этого города, 80, может, 100 лет, сказали, что Раби Йоханн Берехай тут есть место, где он срезал колоски и давал пшеницу лахлей трума кавиним, которую едят труму. То есть, это место, Бехескас, есть основания считать, что она тагор. Раби Шимон Берехай прошел по этому месту, сделал определенные процедуры, не каббалистические, обычные, и определил путем, сделал проверку, какая земля рыхлая, какая земля твердая, и там, где земля была очень твердая, он понял, что там никогда не рыли могилу, потому что иначе бы она не была такая твердая, а там, где рыхлая, он запретил, там могли быть могилы, там, где земля твердая, и растения иначе растут немножко, там он сказал, что это место можно есть. Окей, то есть, это место тагор. Давайте на этом остановимся с Агадой и немножко попытаемся разобраться. Прежде всего вернемся к Иакову, который пришел в Шхем Шалэм и сделал три таконы, которые он сделал в Шхеме. Три вещи, которые он текен, есть вопрос, какую из них он текен, все три или какую-то одну, но есть спор Рава, Шмуэля, Раби Йоханана, Мадбе, монеты, деньги он установил, Мирхацаот, Бани или Шваким. Таким образом, три вещи, которыми Рим хвалится и которые Раби Игуда, который являлся одним из учеников Раби Акива, говорил, что Рим действительно помог евреям этими тремя вещами, эти три вещи сделал Текону, установил Иаков в городе Шхеме. Эти три вещи это то, что дал Иаков. Теперь нам надо понять, Рим, который говорит о том, что все три вещи, которые мы сделали, Швахим, Мирхацаот и Мадбеот, потому что Кшарим, который они сделали, как сказал Раби Шимон Вариха, они сделали, чтобы взимать с них мессим, то есть тоже для денег. Эти три вещи это то, что сделано для того, чтобы Иаков учил Тору, для того, чтобы Исраэль учил Тору. Раби Шимон вместе со Всевышним отвечает, что вы это делали для себя и награда вам за это не положена. Но, когда мы находимся в Алама Аймет, когда мы находимся в Алама Абба, в том месте, где нету места лжи, Шекеру и так далее, римляне сказали, что нам положена награда за то, что все, что мы делали для того, чтобы евреи учили Тору. И это правда. Мы используем все, что сделали римляне для изучения Тора. Мы используем бани, мы используем водопровод, который они были сделаны в Риме, был сделан водопровод, один из первых водопроводов, который был, если не первый, был сделан в Древнем Риме, когда они еще не знали принципы сообщающихся сосудов, поэтому он был сделан, начиная с горы, только самотеком вниз, они не понимали, что можно сделать какие-то вещи, где идут наверх. Но это был первый водопровод, который раскапывался, но известен, существует. Это бани, которые они сделали. Сегодня мы пользуемся банями, водопроводами и так далее. Это Шваким, дома, которые они строят, рынки, имеется в виду города, которые они строят. И это деньги, которые сегодня очень сильно в ходу. Доллары, например, которые мы используем, которые сделаны Исавом и используем для получения стипендий, не только для этого, для изучения Торы и так далее. Все эти вещи, которые сделаны, сделаны действительно для того, чтобы евреи учили Торы. Но! Ответил Раби Шумен Брайхаев Всевышний, что они это не делали для того, чтобы евреи учили Торы. То, что так получилось, получилось. Но делали они это для другого. Есть Гемора в трактате Псохим. Я не думал, что она мне понадобится, я не взял трактат Псохим, поэтому скажу Бальпе. Гемора говорит о том, что в государстве Рим есть один город, в котором есть 365 рынков. В этих 365 рынков, в каждом из них есть 365 ступенек. На каждой из ступенек, это Азоханвей ступенька такая, этаж, назовем это так, есть 365 башен. В каждой из этих башен есть товаров настолько, что это хватит на целый год, на 365 дней, для того, чтобы весь мир мог существовать. Спрашивает Гемора, коль кахлама, зачем столько много? Не нужно столько много в мире существовать. В мире надо так, чтобы существовал просто мир, а не 365 четвертой степени. Отвечает Раби Ишмуэль, лиха лохаверейха лохаверейха в рейха. Тебе твои хевруси, хевруси твои хевруси. Все это нужно для твоих хеврус, для того, чтобы вам Исраэль мог нормально учить Тору. Это ответ Раби Ишмуэля. И это фактически помогает Таани Рима, который говорит о том, что вот мы все это делали для того, чтобы Исраэль учил Тору. Вы знаете о том, что существует договор между двумя братьями, Зевулоном и Исахаром. О том, что Исахар будет целый день учить Тору, не отрываясь, не работая. А Зевулон берет на себя обязанность содержать Исахара. Зевулон находился в местах, где было легче разбогатеть купечеством и так далее. И он будет содержать Исахара, а Исахар делится с Зевулоном своим Аламаба, а Зевулон делится с Исахаром своим Аламазе. И это договор, который есть известный договор между Зевулоном и Исахаром, который должен был быть сделан на одно поколение раньше. Это договор, который должен был быть сделан между Исавом и Иаковом. И он был сделан, когда Исав продает Иакову первородство, то Иаков получает Аламаба и продает Исаву Аламазе. Исав должен дать Иакову Аламаба, Азе содержать Иакова, а Иаков должен поделиться с Исавом за это Аламаба. То есть, фактически, весь Аламазе достался Исаву, и это очень бросается в глаза. Мы иногда нам дают немножечко крошек со стола Исаву, но не всегда. И, по идее, сама идея этого договора заключалась в том, что Исав содержит Иакова в Аламазе, и это была Таана Рима. Все, что мы сделали, Мирхасаот, Кшарим, Шваким, это для того, чтобы Амисраил учил Тору. И, соответственно, дайте нам Аламаба, потому что для этого был договор. Всевышний ответил, что вы расторгли этот договор. И это то, что сказал раби Шимон Барайхай. Это была ошибка раби Игуда, который говорил за Рим, и который сказал, что Рим сделал много хорошего, он помогает нам учить Тору. Это Эмет. Мы используем то, что делал Рим для изучения Тора. Например, компьютеры, через которые мы смотрим прямой репортаж и так далее, или не прямой, а косвенный, он тоже, в общем, создан Римом, Исавом. И мы используем это для изучения Тора. Но создавал он это не для изучения Тора. Создавал он это для других вещей. Поэтому награда, он теряет эту награду. Когда Иаков возвращался от Лавана, он встретился с Малахом Исавом. Я вам говорил об этом, но скажу еще раз, потому что это сейчас очень подходит к той теме, о которой мы говорим. Малах Исава дрался с Иаковами, написанное «Вешер Иаков Левадо». Остался Иаков один. Он перевез всех своих жен, детей, скот и так далее, и вернулся, чтобы взять, говорит Раша, пахим ктани, маленькие кувшины. И в этот момент набросился на него Малах Исава и боролся с ним. И говорит Гемора в трактате «Хулин перед Гидганоши», говорит Гемора, что Малах Исава говорил Таанот... Гемора говорит не так. Гемора говорит, что пыль, которую они поднимали во время борьбы, поднималась до кисеяковод, до престола Славы Всевышнего. Настолько они хорошо владели приемами дзюдо и джиу-джитса, что их пыль, которую они поднимали, там ковра не было, поэтому она поднималась прямо до кисеяковод. Кавана имеется в виду, что те Таанот, те требования, которые они выдвигали, юридические, один против другого, эти требования достигали престола Славы Всевышнего. Требование, которое выдал Малах Исава, было такое, что ты вернулся за пахим ктаним, ты вернулся за маленькими кувшинами, это ерундой этого мира. Таким образом, ты показал, что покупая у Исава Алла-Маба и продавая ему Алла-Мазе, ты, Иаков, расторгаешь Хазе. Ты расторгаешь ваше соглашение о продаже, поскольку ты показал, что ты берешь себе Алла-Мазе. Иаков отвечал ему, и эта Таана Исава доходила до престола Славы Всевышнего, потому что это звучит сильно. Иаков отвечал, что это неправда, это неверно, потому что все, что я беру, мне нужно только для того, чтобы заработать Алла-Маба. Потому что митсвот нельзя сделать в этом мире без Алла-Мазе. Мы не можем без козла или коровы сделать тфелин. Мы не можем выполнить заповедь тфелин, если у нас нет шкуры коровы и так далее. Поэтому то, что существует в этом мире, я должен использовать для того, чтобы заработать Алла-Маба. Мы знаем, что борьба эта кончилась тем, что Иаков в принципе выиграл это сражение, но получил некоторую рану. Рану, которая заключалась в том, что ангел Исава погаба Иаков, боерихо. И я вам говорил, что Ерех переводится как «седалищный нерв». И Ерех появился какой-то вопрос не совсем по теме, но я его не очень вижу. Сейчас мне его покажут. В комментариях написано, что Ио потерял Алла-Маба, когда обещал Иаков, что для него ничего не случится. Как это понять, что у Игуда нет Алла-Маба? Ой, смотрите, у меня нет особенного времени. Игуда не имел права поклясться Иакову, что если я не приведу тебя Бенемина, то я буду хатати кольга имим, то я буду тебе согрешивший все дни. И все дни означают как Алла-Мазе, так и Алла-Маба. Поэтому, когда Игуда умер, и его кости бы несли с собой в гробу в пустыне евреи, выйдя из Египта, то написано в Геморе Макот, что Игуда не имел возможности войти в Ешиву-Ламала, войти в Верхнюю Ешиву, получить Ганеден и учиться со всеми мудрецами наверху выше Ешивы. Пока Маширабейну специальной тфилой не привел к тому, что ему возвратили Алла-Маба. Игуда, несмотря на то, что он привел Бенемина, его обещание расценивалось таким образом, что он получил очень сильный изъян в Алла-Маба. Не в Алла-Маба, который будет в 7-е тысячелетие, а в Ганедене, до тех пор, пока Маше своей тфилой не ввел его туда. На этом остановимся. На эту тему есть во втором перике. Гемор и Макос, рассказ, как это произошло. Вернемся и пойдем дальше. Я просто хотел бы закончить. Так вот, ангел Исава дотронулся до Ереха Якова. Яков стал хромать. Ерех – это филейная часть ягодица. Кроме этого, слово Ерех переводится Еце и Рехо. Те, кто вышли из Ереха, это потомки, дети. Кроме этого, Ерех переводится в одном месте Хумаша. Сказано, что Авраам заклял Лезера, сказал, положи руку мне под Ерех и поклянись. Очень трудно понять, что ты не возьмешь жену Ицхака из дочерей Канаанских. И очень трудно понять, что Авраам попросил Лезера поклясться собственной ягодицей. Извините меня за такую вот деталь. Раша объясняет, что Тахат-Ерехо, Кавана, имеется в виду место Бритмилы, которое являлось заповедью, которое Лезер вместе с Авраамом сделали в один день. И таким образом слово Ерех переводится как слово Бритмилы. И тогда перевод получается немножко другой. Что и тот, и другой перевод верный. Поэтому Бне и Сраэль не едят седалищный нерв Гидганоши, который находится в седалищной части. Но одновременно с этим, когда он дотронулся до Ереха, он дотронулся до Бритмилы, то есть до места, из которого будут выходить потомки. И у потомков Иакова есть бгам, изъян, за который они боролись. Когда они боролись, они боролись за то, что Иаков настаивал, что весь Аллам Азе мне и Иакову, нам, Исраэлю, нужен только для того, чтобы заработать Аллам Абба. Больше нам ни для чего он не нужен. Сегодня мы знаем, что есть такое у евреев, такая проблема, что евреи очень любят Аллам Азе и любят его значительно больше, чем требуется для того, чтобы только заработать Аллам Абба. Сегодня как раз мне рассказали анекдот, довольно хороший, не знаю, еврейский или антисемитский, я путаю это примерно на одно и то же. Человек, который мне рассказал, он утверждает, что ему показали такую фотографию, и такое на самом деле существует. Одесское еврейское кладбище, на котором есть памятник, что здесь покоится дантист Брантислав Хайм Вульфович. Родился тогда-то, умер тогда-то, трудился столько-то лет на благо дантистским делам, не знаю, я там утрирую. И внизу на памятнике надпись «Сын продолжает прием в его кабинете». Это немножко, я не знаю, это антисемитский или это еврейский анекдот, но человек, который мне рассказал, видел эту фотографию, может быть монтаж. Но даже если это анекдот, то он показывает то, что я хочу сказать. Что сегодня у Амистраэля есть бгам, который получил Малах и Сава, который сумел сделать. То, что потомство Иакова таки не весело, Азе ему нужен только для того, чтобы получать Аллам Абба. А нам нравится этот мир. И это неправильно. И это тот бгам, который был у нас несен. Иаков, когда вошел в Виршхем, Шалем в Виршхем, после событий, которые описаны, он внес несколько вещей, войдя в Шхем. Он сделал три токаны. Деньги, рынки, бани. Все три токаны, о которых соответствует тому, что римляне говорили Всевышнему, что это то, что мы сделали. То, что мы сделали для того, чтобы на Исраэль учили Торы. Маккор этого, это источник. Это Иаков, который делает это для народов мира, которые должны служить для того, чтобы быть помощниками народа Израиля для службы Торы. И это то, что внес Иаков в Виршхем. И это то, что говорит Раби Игуда, что это то, что делают римляне для того, чтобы евреи учили Тору. И Раби Шимон Барехай говорит, они это делают, но делают для себя. Если бы они делали для того, чтобы евреи учили Тору, у них бы был Аллам Аббах. Был бы и был бы огромный. Таким образом, мы видим связь между этими явлениями. Теперь нам осталось увидеть одну вещь. Раби Шимон Барехай, который восстал против этого, он восстал против двух вещей. Он сказал, что они делают это для себя, а мы можем и будем учить Тора вопреки этому. Раби Шимон Барехай наказывается римлянями тем, что он должен уйти в пещеру. Пещеру, в которой весь его лимут Тора находится Лымалами Дерихатева. Вначале он идет в Бетмидраш, но этого недостаточно. Там жена приносит какую-то еду, хлеб, воду, этого недостаточно. Он должен бежать дальше, потому что Кзейра усиливается, его ищут. Он бежит в пещеру, где его не находят 13 лет, и 13 лет в этой пещере он живет в Лымалами Дерихатева, выше, чем по законам природы. Случилось чудо, у него есть Херувим. Если бы кто-то из вас поел один раз Херувим, то он бы понял, что 13 лет питаться только Херувимом – это азоханвое удовольствие. Никакого Алама Азе там даже близко не было, никакого этого мира. Пить воду Херувим и больше ничего. И вот не просто ничего. Во время изучения Торы они были голые, они снимали одежду. Поскольку надо было чем-то прикрываться, они закапывались в землю. После этого их тела представляли одну сплошную гноящуюся рану, на которой, увидев, который Рабхмин Хасбен-Ир начал плакать, и его слезы причиняли боль Рабхмин Бар-Ихая. Рабхмин Бар-Ихай вышел со своим сыном на уровень, когда Алама Азе был вообще не нужен для того, чтобы заработать Алама Абба. То есть он настолько отмел Таанод Рима, требования Рима, что мы сделали все для того, чтобы евреи учили Тору. Он ответил, что евреям ничего не нужно для того, чтобы учить Тору. Алама Азе нам не нужен. И 13 лет он доказывал это в пещере. Понятно, что это было не единственное, чем он там занимался. Он учил Тору и вышел на такой уровень Торы, что он поднялся намного выше, чем его прошлый учитель Рабхмин Хасбен-Ир, который был выше него, давал 12 ответов на каждую кушу. И теперь на каждую кушу Рабхмин Хаса 24 ответа давал Рабхмин Бар-Ихай. Рабхмин Бар-Ихай, который вышел на уровень, когда вся Тора Шубинистер, вся Тора, скрытая Тора Каббала, шла. Идет сегодня из книг Зохр, Тикуней Зохр, который приписывается ученикам Рабхмин, самому Рабхмин и так далее. И вот этот самый Рабхмин, который сказал, что Лагбаумер должен быть праздником. По мнению Хидор Рабхмин Бар-Ихай не умер в Лагбаумер, это не его Йорцит. Это день, когда празднуется по поводу того, что Рабхмин Бар-Ихай вышел из пещеры. По остальным мнениям, этот день – это Йорцит Рабхмин Бар-Ихай, и он попросил своих учеников не делать Траура в день своей смерти, а делать в день своей смерти радость. Потому что он выходит из оболочки Аламазе, из оболочки этого мира, из оболочки материального и переходит только в духовное. Это человек, пещера которого сделала так, что весь Аламазе для него ушел на другой уровень. Он был вынужден это сделать, иначе бы римляне его просто убили. Чтобы этого не было, из-за пеку Ахнефиш он скрывался в пещере. Но эти 13 лет привели к тому, первые 12 лет привели к тому, что он перестал вообще понимать смысл существования этого мира. Понятно, что так же, как олень, когда ему хочется кушать, он приходит, кушает траву и пьет воду, и ему достаточно, так же человек может сидеть в пещере, ему не нужна даже одежда. Он может сидеть спокойно, заниматься Турой и зарабатывать свой Аламаба, делать авойду, для которой он создан. Пфелин у него были, безусловно. И вот, 13-й год был нужен для того, чтобы он увидел еще одну вещь. Что после того, как он доказал, что Аламазе не нужен для того, чтобы соблюдать Тору и выйти в Аламаба, оказывается, Аламазе может и не мешать это делать тоже. Для этого нужен был 13-й год, нахождение в Ишиве. И это суть Лагбаомера. День, когда он либо вышел из Ишивы, либо вышел из этого мира в другой мир. И он попросил нас зажигать костры и праздновать этот день, день раскрытия Торы Шабинистера, скрытой Торы, Кабалы. Она была, через этот день идет ее раскрытие. Ее раскрытие, которое не связано с Аламазе, она лымалами Аламазе. Аламазе мы никогда не сможем узнать полностью смысл заповедей, смысл той Торы, которую мы учим до конца. Это будет раскрыто на одном из уровней Аламаба. И Маккор этого Лагбаомер. На этом мне надо, к сожалению, закончить. Немножко мало времени. Так что до новых встреч. И нам надо еще разобрать живот и вернуться к нашим Брахот, Филот и так далее. Всего доброго. Спасибо за внимание.